Ребятки, всем огромный привет! И сегодня у нас будет очередная серия трэш-обзоров салонов красоты. Я нашла салон, у которого средний балл из пяти. Угадайте, сколько? Один! Один! Один балл из пяти! Я не знаю, что такое может быть, потому что, мне кажется, даже если все клиенты недовольны, всегда можно попросить каких-нибудь родственников, друзей, сотрудников, чтобы они проголосовали и подняли его хотя бы до двух. Но, походу, даже это не помогло, хотя, скорее всего, пытались. Но стрелка оценки настолько сильно придавлена грузом негатива, что она, бедняга, не может подняться хоть на сколько-то. Самое интересное, что если бы средний балл был хотя бы два, это бы значило, что есть там кто-то, кто оценил на один, есть, например, кто-то, кто на пятерочку. И в итоге, да, получается, средняя температура по больнице не очень. Но когда средняя оценка один, это значит, что большинство посетителей ставило именно единицу. Теперь ко вкусненькому, сколько же в салоне, где такая ужасная оценка стоит макияж? Как бы вы думали? Та-да-дам! Когда я звонила вчера, мне звучали по телефону от 1900 рублей до 5000 рублей. Ну что, давайте поедем и посмотрим, во-первых, какую цену мне влепят, за сколько сделают макияж и какой получится результат. Я дойду к подожду. Она не придет, я вам прям хочу сказать. Сами написали ваш телефон, по-третьему, предупредите, а телефон вашего нету. Блин, я просто ехала через весь город. Ну, не знаю, что-то не там случилось. То есть, а когда она будет? Ну, это... Ну, давайте оставьте свой телефончик, и, может быть, она к вам куда-то там подъедет. То есть, сегодня она точно не придет? Или она может позже будет? Да нет, она не придет, она что-то не там, не знаю, там какой-то выезд, там чего-то. Я все расспрошу и вам тогда наберу, прошу? Хорошо, спасибо. Ну что, ребятки, та-да-да-дам! Хочу вам рассказать, как же закончился день number one. Я записалась заранее, да, узнала прайс. На ресепшене мне говорят, так, здрасте, покажите фоточку, что вы хотите. Я показываю, смотрю, говорят, прям сложненький, сложненький макияжик. Но вы знаете, визажиста-то и нет, она сегодня не пришла. Да, и маленький спойлер, забегу вперед, потом вы поймете, зачем так делается. В процессе небольшого дальнейшего общения девушка оброняет такую фразу, то, что визажист на выезде. Визажист-то, блин, другой клиент нарисовался, понимаете, она уехала. Вообще, это как? Возможно? Я такая сижу, думаю, а я кто? Ну, я поняла, что рыдать бесполезно, надо сделать попытку новому бату, записаться еще раз и прийти на следующий макияж. Что, собственно, я и сделала. Я понимаю, что я буду выглядеть чуть-чуть по-другому, но мне хочется именно, это же самый популярный инстамакияж. Такие они, во-первых, макияжи, они вообще стоят порядка до 15 тысяч. До 15 тысяч? Да уж ты. А покажите, пожалуйста, как вас снова подбираете? На основу по типу кожи. Именно на эту часть, да, наносится? Ну, наносится, да. Ну, куда вам вообще, как куда это удобно? Ага. Мне просто удобно сюда, и я нанесла сюда. Получается, мы возьмем либо бутыр. А кто-то у вас уже проходил на вот это обучение за 10-500? Да, у нас приходят девочки часто. Да? Да. Да, Вера просто она, она и преподает, она как какие-то свадьбы, вечерние просто. Вот, и здесь у нас вот девочка приходит, ну, так вот, женщина приходит, такой легкий маякок, ну, а тут у вас все, как бы, вечер-вечер. Просто мне никто не сказал по телефону, что только на легкие надо записывать. Макияж, я просто позвонила макияж, и меня записали. Ну, красиво, а лицо прям сразу преобразилось. А вы не учите макияж? Я к сметолу. Просто еще умеете красивые макияжи делать? Ну, как бы, такие дневные, конечно, я, ну, как бы, в таких коричневых станах я тут женщину-то вчера красила на день рождения. Ага. Ну, как бы, сочетали. Немножко, видите, уголок сделали. А, где? Вот, уголок. А, уголок, да. Ну, я немножко сама дома подкрашиваю, а вы просто покрасивее делаете. Ну, да, дорабатывается. У вас-то они такие, более такие прямые, посмезанные. А я пытаюсь немножко глазик вам поднять. Видите, у вас уголки сделаны? Да. Вот, вам так нравится? Ну, а как правильно? Красиво было? Нет, ну, как бы, чтобы они четкие в рулях, а вот, как бы, они немножко разные были. Угу. Красиво. Сейчас между ресничкой я на первосую. Да, конечно, да, да. Ну, как-то, там, раз, примите. Ну, у вас, ну, по-звали, по-звали, что он тоже. Да? 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 вот, мы надо зацать. Давайте. 9,85. Да. 3, 9,6. Ага. А можете показать, какие оттенки брать? Ну, вот, что-то вот. Вот это. Вот это. Ну, как бы, вот, ну, в коричневом, что-то вот там. А что это за косметика? Косметика на простое, на меня своя, честно говоря, не знаю. Да. Да. Закрыть-открыть. Закрыть. Нерфно-открыть. Да-да. Вы слушаете, я на радио, я слава. Алис, можно, значит, нефилировать, а у нас здесь, нефилировать? Да. 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 А если я вот захочу вот такой макияж Ким Кардашиан, то это 15 тысяч будет стоить? Ну, около там, это надо уже, как бы, разговаривать, потому что это смотрит стилистка, она, может быть, 10, может быть, 8, но это дорогой макияж, он вечерний. Вот забыла я про цену спросить, и сколько такое будет стоить? Сейчас? Да. 1900? А это как дневной или вечерний? Вообще дневной. А стилист, если приезжает? Она, наверное, в воскресенье поддельник приезжает. Два дня? Да. Спросить хотела я, а вот именно такой Ким Кардашиан макияж, сколько мне стоит? Для волоса 5 лет. примерно. 5500? Ну, я думала, просто сегодня его попробовать. Получается, я записалась дня два назад, и сказала, что хочу макияж делать. Я записала. Мы не сказали, какой просто макияж. Да, не сказала, да. Говорят, что тут визажист, получается, он только два раза в неделю приезжает. Нет, мы делаем вечерний, дневной, то есть макияж. Но вот такой, такой вы показываете, это профессиональный макияж, такой уровень уже. Мы не решили бы такой. Это только стилист. Да. Вы тогда говорите, что там только простой. Ну, как? Мы решили, вечерний макияж, вечерний, дневной, свадебный, пожалуйста. Стилист? Нет, но у нас косметологи тоже рисуют. И стилисты тоже рисуют. Но... Ага. И сценичный, это сценичный образ. Кардаши, ну нет, что там смоки, вот смоки и гумба. Ее макияж стоит, я не знаю, наверное, тысяч 150. 150 макияж? Так не рублей, наверное, долларов. Ну, это там нет. Какой макияж, минимум, может, если вы вызовете на допросе мастера, ты же 25 запомнил. Ага. А что за тушь? Кабаре, Ливен Собода. Угу. Какая сказочная ресница получается. Ну да, красивая. Крутик ласки. Блин, все равно непонятно, что... Ну, говорят, что вы тоже можете вечерний делать. Вот я Виктория косметолога, я не вечерний метод. Странно. Спрашивала, говорят, мы любой делаем. Есть у нас косметолога Лиля, она вот может. Как, например, косметолог, у нас кто-то, например, колет, а кто-то не колет. Ааа. Появляю, как бы я красил. А, ой. Куда смотреть? Сейчас мы нижняя, вот эта краска? Ну да. Тени, наверное. А губы каким будем красить? А в чем будете? Или вам все равно? Ну я поярче хотела. Ну не красные. Не красные? Солюбимые. Ага. Латюшка говорит, она вечерний не делала. Я вечерний не делала. Лиля у нас делает вечерний. Я не. Да? Просто вот обидно, что я записала. А чего они сказали? Что? Я скоро на макияж хочу записаться. Какие тогда уточняйте? В основном у нас с праздником-то все делают в основном дневные. Такие дневные. Я говорю, что ты сделали укладочку, ну просто у нас такие как бы. А вы сейчас какой цель начинаете? Записывала? Ну и что там научиться. Так это, давайте мы вам веру прописим. А, за 10 тысяч? Спасибо. Давайте я с ней поговорю. Она скидку может сделать вам. Хотите? Конечно, 10 тысяч, лишних нет. Ну так это будет макияж, она научит, кем-кандышля. Лехе подчеркнуть индивидуальность. У вас реснички, кстати, неинтересные. Они как нарощенные и хотят вывалиться, ну как бы есть такие. Нет, они, знаете, есть какие-то загнутые, а другой вот так вот встанет. Ага. Сейчас мы. Угу. Берем. А если я к визажисту, профессиональному запишусь на макияж, сколько стоить было? Какой, смотри, какой? Ну ваш. Макияж какой? А, ну вы какой хотите? Ну, если легкий. Артистичный, вот чей-то вот такой? Ну если такой, если легкий. Ну от 5500 это вот когда по картинке хотят каким-то кардашем. Это его и рисовать дома часа полтора-два не сразу рассчитывайте. А если легкий? Ну это 30 минут. Это чисто подвести вам брови, да, причесать брови, подвести глазки, накрасить легкий тон, там, си-си-ливый тон, там все. Это дневной. Дневной может идти вечерний. Ну вот это дневной? Ваши дневной. у вас дневной просто вы то же самое делаете, более агрессивные тени, стрелки подчеркнули, и все. Вот тебе макияж. Это легкий макияж. Это торс, выровняли вам лицо, выделили сколы, чекнули глазки, брови сделали одиночные. А у меня разные были? А у вас одни были? Нет. А у всех асимметричные? У всех они такие разные, оденые в другую прожили. Сейчас одинаково, да. Вы даму пройки красили? Я не красила. Брови реснички вам можно дать не вам А вообще выделить брови, сделать универные ресницы у вас очень красивые лица. И вам в принципе даже краситься не надо. Нанесили себе даже не биби, сиси крем он легче и все и блеск какой-то для у вас черты лица красивые. Моза, носик такой губки бабечка. Вам много не нужно. надо чуть-чуть прям включать а то агрессивно вам не пойдет. сразу встанете. Знаете, можно сказать? А шлюху покушу? Да. Вот вам не пойдет. У вас лицо такое нежное в под бросила. Вы как агрессивно не надо так выглядеть. У нас будет грубить и вообще вы Алена, да? Да, да. Вы гребня? Да, да, да. А, мы открыли с тобой? Конечно. Теперь откроемся от страны. Откраемся от страны. Простите. Мерусы подборисованы. Что? Как-то все дождем. Ну, все. Готово? Конечно, не Ким, но... Ну, понятно. Объедите к сюда к большому зеркалю. Да, мне так видно в пестуле. Да, хорошо вижу. А вам сама как в результате? Ну, ярче, чем вчера я красила. Ярче? Да, и у вас как хорошо. Я тоже таких тонах красила. Сегодня я добавила такой вот знаете перламутр добавила. веков нанесла, она несколько брызгит. Ну, мне как сидеть сюда лучше. Так, а помада у меня получается была вот такая. Какая-то такая. Не помогу это. Что, ребята, меня узнали, причем, как оказалось, не сам визажист. Я не знаю, как называть, визажист или нет. Короче, косметолог-визажист, не косметолог-визажист. И не администратор-хозяйка, он все многостановщики, а стилист, который укладывал волосы. Причем это был парень, и он меня сдал. Но ничего страшного нет. Я думаю, на момент выполнения всего происходящего, я, знаете, поняла, что сама хозяйка, ну, она считает эту ситуацию нормальной. То есть, она совершенно искренне спрашивала, тебе понравилось? Вот, вот тебе понравилось? Ну, все хорошо, сейчас я на место их поставлю, будешь ничего. Все нормально, что тебя тестерами красят, все нормально, что все это раздолбанное, остались одни корешки. Все нормально, что ты приезжаешь, начинаешь делать макияж, в процессе выполнения тебе все говорит, а я вообще косметолог, ну, я как бы не умею делать макияж, но вам поправимся, сделаю, потому что он вроде как легенький. Все нормально, что ты приходишь с одним запросом, потому что его не могу выполнить, тебе говорят, что макияж говно, это будешь похоже на шлюху с ним, поэтому вот тебе такой легенький вариантик. Блин, добраются все в процессе, можно сказать, после макияжной агонии стерла помада, потому что она очень противная на губах, такая вазелиновая, ну, по ней видно было, по-моему. Я даже не знаю, честно сказать, что больше всего отметить, потому что и так все было зашибись, как видно. По-моему, макияжа на мне осталось еще немного меньше, чем было. Совершенно нормально получать вот такую интенсивность не без базы, без вообще вот с этой стрелкой просто шикардос. Стрелка, которая чуть-чуть как бы и тени немножко, два в одном, как все в этом салоне. Но нормально же, да, вот после всего произошедшего, почему бы не спросить человека, ну, вам все понравилось, надеюсь, все хорошо. Я теперь понимаю, почему у этого салона такая оценка, и больше всего, что у меня в этой историю висает, это назовем феномен слепого пятна. Я думаю, господи, неужели я в чем-то тоже такой же слепое пятно, это когда у человека на голове какая-то бандура выросла, а он искренне ее не видит. То есть я поняла, что у хозяйка искренне не понимает, что не так, в чем дело, она, наверное, по-своему любит свое место, радеет за него, старается, как-то интерьерчик подготовить, сидит там целыми днями и не понимает, почему оценка один балл. Контур мне тоже не сделали, ни карандаш, ни хайлайтер, здесь вообще ничего не было, ни консилера не было, даже вместо консилера просто вот нафигачили побольше тональника. Если честно, ну, мне кажется, что стыдно даже такую косметику вообще должно быть перед клиентом выставлять, и я даже думала, что когда они увидят камеру, начнется кипиш, типа, господи, не снимайте, там, принесу черный балдахин, завесят этот стол, несчастный, и я смогу только тайком там что-то отснять, потому что они будут стесняться, типа, нет, вообще нормально я снимала, мне все показывали, такой там слой пыли где-то, знаете, вот это вот все там до корешков она стертая, замусоленная там адово вообще, ну, все, ничего страшного, вот, пожалуйста, такой коричневый вам отлично подойдет. Самое интересное, знаете, что когда в первый раз я прибыла и мне сказали, то, что мастер, визажист на выезде, я поняла, что это нормальная практика, то есть я, как же, я к вам ехала, как же его нет, ой, не знаю, срочно выезд у него, уехала, теперь стало известно, что она, в принципе, здесь бывает два раза в неделю, это нормальная практика записывать клиента в салон, чтобы они приезжали по факту просто смотреть, если визажиста нет, то смогут ли такой макияж сделать косметологи, вот, не говоря, что они визажисты, если не смогут, просто говорят, ой, визажиста нет, а мы такой не сможем ездить домой, в общем, ребятки, пишите, что вы думаете, как вам макияжик, я, как всегда, жду от вас поддержки рубрики, всех целую, всем пока, субтитры сделал DimaTorzok